Я постараюсь быть наиболее лаконичным. Мой доклад, моя лекция посвящена наиболее яркому событию последних 3-4 лет в лечении лимфомы Ходжкина. Это иммунотерапия. Я в большей степени, наверное, озагавил бы название вот таким образом. Вместо двоеточия я пока бы поставил точку, потому что на самом деле сказать, что иммунотерапия сейчас радикальным образом на данный момент каким-то образом сменила стратегию современную, это пока, наверное, еще не так. Но попытаемся разобраться. Что нам представляет из себя современная... Это мои данные обязательные. Что из себя представляют современные возможности лечения? Если сделать такой одномоментный снимок всей когорты пациентов с лимфомой Ходжкина и синхронизировать как бы их на одной точке, то получается следующая картина. После первой линии химиотерапии примерно 10-15 пациентов утрачивают надежду на долгосрочную контроль за заболеванием. Их шансы на излечение значительно снижаются. Это рефракторная группа. Через какое-то время наступает рецидив у пациентов, которые получили таки ремиссию в первой линии. И в результате формируется некая группа пациентов, которые являются кандидатами на проведение химиотерапии второй линии. Или селвач терапии, как на Западе принято ее называть. И дальше следующее развитие событий. Часть пациентов удается изъять из этой группы, они возвращаются как бы в группу, то есть у них появляется шанс на долгосрочную выживаемость. Но тем не менее остается достаточно большая пропорция пациентов, которые так и остаются рефракторными. И в дальнейшем по мере рецидивирования тех пациентов, которые получили ремиссию после терапии третьей линии, формируется группа рефракторных пациентов, с которыми практически на сегодняшний день особо сильно мы не знаем, что делать. Это та самая группа пациентов, которая потихонечку лечилась, ну как минимум в ближайшие последующие, предыдущие годы, различными экспериментальными циклами, либо какими-то аппалиативными курсами и так далее. Но в любом случае к пяти годам в общей популяции доживает примерно 75-78% людей. Трудно сказать в этой популяции люди только ли выздоровевшие или там есть еще лимфомы Хошкина, потому что после вот этой точки теряется как бы статистика, люди запускаются в протоколы и так далее. В любом случае мы здесь четко видим, что существует таргет-группа людей, которые нуждаются в каких-то дополнительных на сегодняшний день несуществующих или только еще формирующихся методах лечения, которые позволят им быть излеченными. Если взять также, сделать такой некий снимок с одним слайдом современной стратегии лечения пациентов этой группы, рефрактерных и рецидивных, вот они рецидивировали после первой линии, им предлагается тут же вторая линия химиотерапии, которая у нас называется второй в мире, селлоч-терапия и в зависимости от того, что мы получаем после второй линии химиотерапии, либо если это опять же рецидив или рефрактерность, мы переводим на пациентов уже второй линии, второй линии и так дальше. Стратегической целью данного алгоритма является подведение больного под заветную вещь, которая называется логическая трансплантация стволовых ковритворных клеток, которая дает возможность пациенту быть излеченным примерно в 30-40% случаев. Для этой цели применяются различного рода опции, такие как возможность облучения оставшейся опухолевой массы, если это можно сделать с помощью одного поля, причем можно перебирать различные схемы, но в любом случае задача заключается в том, чтобы достичь, как уже сказали, того самого PET-негативного статуса, который позволит пациенту быть трансплантированным. В дальнейшем пациенту в зависимости от уже озвученных здесь факторов прогноза можно будет предложить консолидирующую, поддерживающую терапию бринтоксимбаном и видацином, но, к сожалению, даже вот такой алгоритм не гарантирует ничего, часть пациента уходит в прогрессирование, и все завершается опять же перебором различных вариантов лечения. И вот буквально самый яркий тренд последних 3-4 лет, который на сегодняшний день уже активно мешался в разговор о лимфоме Ходжкина, и, наверное, на международных консилиумах, конгрессах, больше всего именно об этом методе лечения говорят, это появление новой группы препаратов, так называемых ингибиторов иммуноконтрольных точек, очень странное для отечественного уха словосочетание, но, тем не менее, это их конкретное точное название. На сегодняшний день препараты этой группы официально зарегистрированы для применения у пациентов, которые уже прошли несколько этапов химиотерапии второй линии, согласно, ну, как минимум, это будет 3 варианта различных химиотерапии второй линии, а также у пациентов, которые, ко всему прочему, либо были, которые рецидивировали после аутологичной трансплантации слоев клеток, либо так до нее и не дошли. То есть это пациенты, тяжело предлеченные, которые не реагируют ни на что. На сегодняшний день все-таки давайте разберемся, что такое ингибиторы иммуноконтрольных точек, что за странное название, которое дало, что это за контрольные точки, которые дали свое название целой группе препаратов. Что из себя представляют они? Ну, на самом деле, это обыкновенные рецепторы, эффекторные рецепторы, которые располагаются на Т-лимфоците, на эффекторном Т-лимфоците. Их достаточно большое количество, наиболее известные представлены здесь. В зависимости от того, с какими рецепторами связывается специфический элегант, происходит либо активация Т-лимфоцита, либо его дезактивация, то есть ингибирование и уход целой клеточной линии Т-лимфоцитов в апоптоз. Еще раз повторяюсь, это иммунные контрольные точки, это рецепторы на поверхности эффекторного Т-лимфоцита, которые обладают регулирующим действием при своеобразном, при специфическом взаимодействии с легандом, и тем самым регулируют пролиферацию Т-лимфоцитов. Первый ингибитор иммунных контрольных точек, эпилемубаб, это моноклональное антитело к так называемому антигену-4, цитотоксического Т-лимфоцита, который показал совершенно невероятную высокую эффективность при меланоме. Это моноклональное антитело к одному из тех самых ингибирующих рецепторов на Т-лимфоците, который связывается со специфическим легандом в норме. Вот эта часть, эта норма, когда антиген, презентирующая клетка, с помощью такого специфического связывания, позволяет инактивировать ту или иную линию Т-лимфоцитов. Это необходимо для того, чтобы в какой-то момент загасить иммунный ответ, который на самом деле является, скажем, ненужным для организма. Тем самым в определенной степени здесь регулируются, например, такие вещи, как иммунная агрессия в частности. Моноклональное антитело, тот самый эпилемумаб, в состоянии экранировать один антиген-4 токсического лимфоцита, тем самым нарушая связывание специфическое с его легандом и таким образом мешает антиген-презентирующей клетке дезактивировать лимфоцит и тем самым стимулируя пролиферацию Т-лимфоцитов. К сожалению, достаточно высокая активность этого препарата сопровождалась даже крайне высокой его токсичностью, что связано с тем, что иммунитет активируется достаточно неспецифично, в том числе активируются и аутоиммунные процессы. И вот тот самый главный ингибитор иммунных точек, вернее, главная иммунная точка, которая на сегодняшний день активно изучается, это так называемый PD-1, соответственно, это программа Cell Death, это белок в номенклатуре CD-279, один из мембранных белков Т-лимфоцита, который является регуляторным, то есть влияющим на пролиферацию лимфоцитов, ингибитором. При специфическом связывании этого рецептора на Т-лимфоцитах происходит дезактивация всей популяции лимфоцитов дальше. Леганды, которые специфическим образом связываются с этим регуляторным белком на Т-лимфоците, в норме экспрессируются на антигенопрезентирующих клетках, макрофагах, дендритроклетках и так далее. Однако в последнее время было выяснено, что эти же самые леганды, PD-L1 и PD-L2, высоко экспрессируются на многих опухолевых клеточных линиях, и особенно высоко они экспрессируются на клетках Рида Штенберга. Плюс ко всему выяснилось, что экспрессия леганды PD-L1 активно экспрессируется, вернее, их экспрессия коррелирует с экспрессией латентного мембранного протеина вируса Эпштейн-Бар. Вот такой вот феномен высокой экспрессии леганды PD-L1 и PD-L2 на Риде Штенберга и других опухолевых клеток на сегодняшний день рассматривается как один из главных механизмов ускользания опухоли от иммунного надзора. Опухолевые линии, экспрессируя активно леганды, тем самым связываются с рецепторами PD на лимфоцитах и тем самым дезактивируют эту клеточную линию Т-лимфоцитов. Что из себя представляют современные иммунотерапии? Это антитела, которые экранируют иммунную точку PD-1, тем самым мешая связываться со своим специфическим легандом и таким образом мешает дезактивации Т-клеточных линий. Т-клеточные линии активируются и тем самым стимулируется активный иммунный ответ на опухолевую прогрессию. А вот теперь тот самый молекулярный генетический феномен, который все-таки найден на клетке Березовского Ридж-Штербенга. Экспрессия легандов PD-L1 и PD-L2 обеспечивается генами, которые находятся в локусе 24.1 на коротком плече хромосомы 9. Амплификация этого локуса, который может носить совершенно разный механизм, от банальной полисомии до низкого уровня амплификации, это самый частый молекулярно-генетический феномен, который обнаруживается в клетках Березовского Ридж-Штербенга. Если вы заметите, вот этот локус, он генетически содержит достаточно много различного рода генов, среди них хорошо вам известный ген JAK2. В связи с этим, когда происходит амплификация этого локуса, то есть амплификация этого участка генетического материала вместе с амплификацией генов PD-L2 и PD-L1, также амплифицируется JAK2. И в связи с этим мы, кроме того, что мы видим, что гиперэкспрессию легандов PD-L1 и PD-L2, мы также видим активацию сигнального пути JAK2, JAK-STAT, который обеспечивается тем самым геном JAK2. О том, что леганды PD-L2 и PD-L1 высоко экспрессируются в ткани при лимфоме Ходжкина, можно увидеть на данном слайде. Это иммуногистохимическая. Это видно, что экспрессия крайне плотная, то есть белки PD-L1 очень плотно экспрессируются на опухолевой ткани при лимфоме Ходжкина. Так вот, вот эта вот аномалия наиболее часто при лимфоме Ходжкина. Кроме того, было выяснено, что при таких лимфомах, гемобластозах, как первичная медицинальная биклификацией и лимфома, до 50% случаев также высоко экспрессируется леганд PD-L1. И тем самым вот эти перечисленные, это тоже самое относится к первичной лимфоме ЦНС, первичной лимфоме яичка, немножко реже при ДКЛ. И вот эти вот формы показали свои высокие ответы при лечении препаратами этой группы. Таким образом, на сегодняшний день зарегистрировано два, в мире существует шесть препаратов этой группы. Три препарата – это антитела к PD-1, это то есть антитела, которые блокируют непосредственно иммунную точку на Т-лимфоците, и три антитела, которые блокируют его специфические леганды на других клетках, в том числе на антигенпрезентирующих и на клетках опухолевых. В Российской Федерации на сегодняшний день зарегистрировано три препарата – пемпролизумаб Китруда, неволумаб Абдива и отелозумаб Т-центрик. Из них для гемобластозов применяются препараты только вот эти два – пемпролизумаб и неволумаб. Вот что показали первые наиболее значимые исследования, когда применялись препараты. У тяжело предлеченных пациентов, которые прошли многие линии химиотерапии, если вы посмотрите на эту колонку, то частота общего ответа на вот таком уровне у этой группы пациентов – это невиданный успех. Никакой другой вариант терапии не может предложить ничего у пациентов тяжело предлеченных, которые прошли и трансплантацию, и лечение другими препаратами, включая препараты блинтоксимаб, ведатин. И плюс ко всему полный ответ имели достаточно приличной пропорции пациентов. Медиана времени до прогрессирования составляла больше года в крупных исследованиях, посвященных неволумабу. Эффект, безусловно, очевиден. Именно это обстоятельство. То же самое можно сказать про пемпролизумаб. Тут даже эффективность еще немножко выше. Мы видим, что полный ответ достигает 27,6 случаев в крупном исследовании, куда были включены 210 пациентов. Это, на самом деле, невиданная эффективность у тяжело предлеченных пациентов, которые как минимум получили 3 линии предыдущих этапов лечения. Такие выдающиеся успехи позволили зарегистрировать эти препараты для лечения лимфомы Ходжкина. Вот еще один факт, который обращает на себя внимание. В том самом крупном исследовании из 210 пациентов были лечены препаратом пемпролизумаб, 3 когорты пациентов различных. Это пациенты, которые просто получили и бринтоксимаб, и датин, и отологичную трансплантацию. Пациенты, которые не получили этого или получили только трансплантацию, но не получали бринтоксимаб, и датин, имеют примерно одинаковый, высокий уровень ответа. Это говорит о том, что механизм действия ингибиторов иммунных точек универсален и не зависит от характера предлеченности пациентов, независимо от того, какие варианты лечения предлагались им до этого. Поэтому на сегодняшний день официально у нас в России зарегистрированы препараты пемпролизумаб для лечения взрослых и детей с рефракторной лифомой Ходжкиной и с рицидивами заболевания после трёх и более предшествующих линий терапии, то есть тяжело предлеченные пациенты. У Нилумаб имеют регистрацию только после того, как пациент запрогрессировал и в лечении применялась логическая трансплантация с твой клеток. До ненавнего времени тут ещё была необходима предлеченность бринтоксимаб и датином, но на сегодняшний день этот нюанс ушёл из-за официальных рекомендаций. А вот как это работает. На самом деле это реальный случай, когда тяжело предлеченный пациент молодой, у которого с 2013 года диагностируется лимфома Ходжкина с большим средостением, который получил достаточно интенсивную первую линию, через 15 месяцев был рецидив, получил стандартную вторую линию и трансплантацию, после этого получил даже, ко всему прочему, ещё и консолидацию с помощью бринтоксимаба-ведатина, но, тем не менее, случилось прогрессирование через 12 месяцев после трансплантации, пациенту выполнено 3 курса, уже, получается, третьей линии, и констатирована резистентность. Вот такая вот резистентность на уровне довиль 4.5. Пациент получил 7 введений невломаба, и мы видим полный метаболический ответ. Конечно же, ни один другой вариант терапии в этой ситуации не обеспечил бы такой эффект лечения. Естественно, получив такие выдающиеся ответы на тяжело прилеченных пациентов, на лечение иммунотерапии ингибиторами иммунных точек, были предприняты возможные попытки комбинации с другими препаратами. Но комбинация с ингибитором иммунной точки, пилимумабом, другой иммунной точки, скажем так, не принесло ожидаемых эффектов. Полные ответы и частота общих ответов не отличались от терапии, монотерапии невломабом. Токсичность была, тем не менее, значительно выше, поэтому такая комбинация оказалась неженезиспособной. А вот комбинация с другим препаратом, с блинтуксимабом и ведатином, это, конечно же, прорыв, безусловно. И доказательством тому, если вы посмотрите, являются вот такие цифры общего ответа и вот такие цифры полного ответа у тяжело резистентных рефракторных пациентов. То есть у тех пациентов, у которых вот такие цифры с помощью стандартной химиотерапии просто недостижимы. Эти пациентам с помощью вот этих вот методов лечения комбинации блинтуксимаба и ведатина с ингибиторами иммунных точек удалось получить тот самый метаболический ответ и выполнить высокодозную химиотерапию с поддержкой стволовыми клетками в очень большом пропорции случаев. Посмотрите, практически там без малого все пациенты удалось подвести под трансплантацию. Соответственно, и достаточно приличные, ну, если вы посмотрите, это 2018 год, это совсем, что называется, свежие периоды наблюдения у этих исследований очень маленькие, но тем не менее 6-месячные без прогрессирования 89%, 9 месяцев 88%. И таким образом, на сегодняшний день комбинация блинтуксимаба с ведатином это наиболее эффективная комбинация лечебная для пациентов рецидивных и рефрактерных лимфом Ходжкина. И на сегодняшний день совершенно законно эта комбинация рассматривается как потенциальный стандарт начальной линии второй терапии. Причем, конечно же, безусловно, это нужно было немножко раньше сказать, иммунотерапия обладает очень низкой токсичностью, что позволяет пациентам, тяжело предлеченным, с высокой органной набранной токсичностью проводить это лечение. И таким образом, можно сказать, что в современный алгоритм терапии вмешивается в новые уже точки, эти точки сейчас уже официально зарегистрированы, и вот на вторую линию химиотерапии замену стандартной второй линии вмешивается вот такая комбинация блинтуксимаб с препаратом антипеди. И по имеющимся уже показанным данным он превышает любую эффективность, любую комбинацию второй линии. Кроме того, ингибиторы иммуноконтрольных точек исследованы, исследования это, правда, небольшое, всего лишь на 28 человек, но тем не менее, они показали свое преимущество при поддерживающем, консолидирующем терапии после проведения пациенту высокодозной химиотерапии с поддержкой стволовыми клетками. Это уже показанный здесь график из известного исследования Этера. Если вы посмотрите внимательно на график, то пембролизумаб в виде поддержки всего лишь в течение 6 месяцев обеспечивает 18-месячную беспрогрессивную вызываемость у 82% пациентов. Это, конечно, некорректно сравнивать два исследования, но тем не менее, при грубом сравнении, 18-месячное исследование при выследовании Этера обеспечивало меньше 70% в этот же период времени, 82-70%. То есть, опять же, есть новый метод лечения, который, очевидно, будет претендовать на то, что через какое-то время он станет стандартной терапией поддержки после проведенной аутологичной трансплантации твой клеток у пациентов, у которых эта поддержка показана. Критерии поддержки обсуждались в предыдущих докладах. Это рефрактерные, ранние рецидивы и органные поражения при рецидиве. Конечно же, получив такие воздающиеся эффекты у этих препаратов, на второй, третьей, четвертой линии предприняты попытки проведения лечения этими препаратами в первой линии химиотерапии лимфомы Ходжкина. Исследование, которое проведено, включало в себя инициально четыре курса монотерапии невлумабом, а после этого комбинированы их четыре курса, где был невлумаб в первый день и известное сочетание АВД в течение четырех дней. Это пациенты, у которых были на продвинутой стадии лимфомы Ходжкина. Частота общего ответа была достигнута 84. Это существенно. И полный ответ, соответственно, 67. Опять же, такое, скажем так, немножко натянутое, но тем не менее, сравнение у известного исследования, которое было проведено несколько раньше, но и было гораздо большую мощность, там гораздо больше пациентов. Когда блеумицин заменялся на бринтоксимаб-видатин, мы опять же видим, что невлумаб в первой линии формально, но тем не менее, превосходит бринтоксимаб-видатин в добавлении КВД меньше 80 пациентов. Период медиана 9-месячный беспрогрессирования 92% при невлумабе и меньше 90% при бринтоксимаб-видатина. Опять же, это заявка на то, что в первой линии невлумаб выигрывает у бринтоксимаб-видатина, по крайней мере, на такой период наблюдения. Это сильная заявка на то, что в первой линии скоро будут присутствовать моноклональные антитела анти-ПД-1. И вот теперь то самое, может быть, покушение на самое, что называется, священную корову на высокодозную химиотерапию с поддержкой сплавными клетками. Длительное применение невлумаба с бринтоксимаб-видатином позволяет получить в течение длительного времени взамен пациентам, которым не проводилась высокодозная химиотерапия с половыми клетками, мы получаем частоту ответа и время беспрогрессирования, как минимум сравнимое с тем, что мы достигаем у пациентов, проводя высокодозную химиотерапию. Понятное дело, что нельзя сравнить токсичность, которая несет себе вот эта схема, с высокодозной химиотерапией, с конгалиционированным тем же самым биомом, например. И таким образом мы видим, что формируется новая тенденция. Через какое-то время мы сумеем опустить вот этот длительный многоэтапный период и, получив резистентность сразу высокоэффективной комбинации препаратами контрольных иммунных точек, через какое-то время, очевидно, можно будет предположить, исследование продолжается, оно набирает мощность, рекрутинг пациентов до сих пор идет, через какое-то время можно будет предположить, что вот эта комбинация будет конкурировать с высокодозной химиотерапией, с поддержкой стволовыми клетками. И самое важное, что нужно иметь в виду, длительность лечения. Совершенно четко, ясно на сегодняшний день существует уже, это доказано, вот исследования, в том числе наши коллеги из института Раиса Максимовна Горбачева имени Раиса Максимовна Горбачева показали, что даже после того, как мы прерываем лечение неволумабом, и прерыв этот может быть достаточно долгий, там до 20 месяцев, то же самое американцы показали. Возобновление лечения препаратами-ингибиторами контрольных иммунных точек, то же самое было продемонстрировано и на неволумабе, и на пемперализумабе, мы получаем повторные ответы. То есть это говорит о том, что не формируется устойчивая резистентность к препаратам этой группы, которая позволяет его применять и второй раз, но с не менее эффективностью, до 100%, правда, маленькие группы. Таким образом, современные ингибиторы контрольных иммунных точек атакуют на сегодняшний день современную стратегию терапии лимфомы Ходжкина практически на всех ее этапах, начиная от момента, как бандлему констатируются рецидивы. На сегодняшний день официально зарегистрированы они после трех проводимых этапов, а также после рецидива, после приведения аутологичной стравовой трансплантации клеток крови. Но, тем не менее, на сегодняшний день проводятся исследования. Сегодня на ресурсе Clinical Trials Gov зарегистрировано порядка 50 клинических исследований, в которых участвуют ингибиторы иммунных контрольных точек. Я думаю, через какое-то время появятся новые официальные показания для проведения терапии этими точками. И теперь не могу не показать вам буквально два слайда, это реальный случай. Молодой пациент 75 лет проявил резистентность после 6 курсов Биокоп-14, первые диагностированные лимфомы Ходжкина, даже Астадия, ко всему прочему, с массивным средостением. После 6 курсов он имел место вот такого рода метаболический ответ, который, в принципе, с учетом отсутствия динамики по объему и высоким метаболическим ответом, был принят как недостаточный ответ, приравнивая отчасти к резистентности. И пациент лечился в гематологическом научном центре, решение по нему принималось там же. Два курса второй линии привели не только к какому-то регрессу, но увеличению как метаболической активности, так и формальных размеров опухолевых массов средостений. Это после двух ТХАПов. Полная химиорезистентность. Пациенту проведено 6 курсов монотерапии неволумаба, 3 мг на килограмм массы тела. И уже после 6 курсов мы видим вот такой метаболический ответ на уровне ДС6. Конечно же, это выдающийся результат, безусловно. Пациент дальше продолжил лечение неволумабом, был трансплантирован на сегодняшний день уже после этой эксплуатации было облучение средостения. На сегодняшний день он наблюдается. Контрольное исследование показывает сохранение полной ремиссии. Спасибо за внимание. Спасибо за внимание.